Так, ну что, дорогие друзья, вот походил, поговорил со всеми, и с руководителями, и с персоналом, и с медсестрами, и с ночмедами, то есть я абсолютно со всеми переговорил для того, чтобы понимать в целом ситуацию. Мой личный вывод, на самом деле, что директор департамента охраны здоровья должен уже писать заявление на увольнение госпожа Гинзбург, и просто отсюда текать, потому что то, что за ней уголовные дела висят, еще во время нашей революции, которая была в 2014 году, потому что она там намутила кучу всего интересного в Невропетровске, и сбежала оттуда. И в чем же самое интересное, этот человек абсолютно бездарный, безалаберный, и я уже об этом слышу от многих директоров КНП, которые просто готовят еще немножко, мы расскажем все абсолютно, как оно есть, про нее, про то, какая она просто бестолочь. Сейчас другое. Значит, разговаривая с медиками, медики говорят, у нас полный капец. Я говорю, в чем? В том, что в морге лежат люди уже 5 дней, ну, скажем так, уже трупы лежат, и мы их не можем отдать родственникам. Я говорю, по какой причине? По причине того, что ПЦР до сих пор нет ответа от эстонской. То есть вы должны понимать, я сейчас иду в морг, пообщаюсь с патологоанатомом, но в целом я вам говорю о том, что если ПЦР положительный у человека, который был еще живой, а стал мертвым, то это все стоит 25 тысяч гривен похоронить. На секундочку, представляете? Потому что приезжают в форме люди, во всем этих нюансах, а если отрицательные, тогда нет. Так вот, почему-то, по какой-то причине, эстонская до сих пор не отдает лабораторию. У меня складывается впечатление, или точнее вывод, о том, что кто-то в очередной раз начинает воровать деньги на том, чтобы люди платили. Я не знаю, по факту это правда или нет, с патологоанатом сейчас пообщаемся, вы не переживайте. Я не буду показывать, это морг, но я иду к нему на второй этаж. Мне не сильно хочется общаться среди неживых людей. Сейчас мы пойдем, найдем вход. С патологоанатом просто меня ждет. На два слова, он как раз все эти нюансы расскажет. А если нет 25 тысяч, ну, труп будет лежать в морге, потом вы будете либо платить, либо не платить, я еще не знаю, как дальше будет ситуация. Так, это морг. Как же мне туда зайти? Это морг. Ага, вот, патологоанатом вон стоит. Сейчас мы в два слова с ним. Патологоанатомическое отделение, номер 8. Сейчас мы возьмем интервью. Я уже с прямым эфиром, чтобы видно было. Да. Не, ну я не хочу там заходить. А, на второй этаж, да? А, ну идемте. Потому что у меня люди здесь, это, ужаснутся от внешнего вида. А что, раз здесь плохо? Не, ну это неплохо. Но у меня еще нервишки должны не шалить. Понятно. Понятно. Ну вот, в целом, я бы хотел вас спросить про ситуацию, которую происходит вот сейчас, как по правилам должно быть. К примеру, если у человека, ну уже неживого человека, выясняется о том, что он ковид, как это все происходит. Что на данный момент у вас? У вас, так понимаю, три человека с прошлой недели лежат и нет данных по поводу лабораторичек. Да? Нет, почему такая ситуация сложилась. Надо немножко углубиться в ту ситуацию, в которую сейчас мы переживаем все вместе. Вот. Администрация. Вот. Киевская Мескадржавна сделала на время эпидемии временная рекомендация относительно похорон урешек от инфекции ковид и подозрения на нее. Ну, согласно этим рекомендациям, совершенно правильным рекомендациям, надо принимать определенные меры безопасности, определенные способы защиты персонала, как патолого-анатомических отделений, так и работников похоронных структур. Ну, и это все обусловлено сложившейся вирусной ситуацией, в рамках карантина это все совершенно верно. На практике это реализуется таким образом. Если у человека прижизненно подтверждается диагноз с коронавирусной инфекцией, то захоронение трассы, я расскажу, должно производиться в закрытом, это будет без доступа родственников, в соответствующем одноразовом мешке специальном для транспортировки дробов, соответствующей обработкой, дезинфицирующими растворами как гроба, так и всех предметов, которые сопутствуют по хранению, без родственников, в отдельном транспортном средстве катафалки, и персонал похоронных структур должен быть одет в самую строгую форму защитных костюмов, и, соответственно, иметь все защитные принадлежности, в том числе и санитарная отработка транспорта, и все остальное. Совершенно правильные рекомендации, но в этих рекомендациях не было разъяснено, за чей счет должна происходить вот эта вот вся операция по захоронению. Да. Логично было бы предположить, что в этих условиях это должны будут обеспечить какие-то государственные структуры. Ну, это логично, период эпидемии, да. На самом деле это все было переложено на плечи родственников умерших, а поскольку заказ всех вот этих вот защитных средств, вся эта процедура, она стоит достаточно больших денег, скажем, в полтора-два раза дороже, чем процедура обычного захоронения минимального, то не все имеют возможность за эти деньги похоронить. Поэтому, исходя из этой ситуации, мы как бы уже выработали свою тактику, то есть мы ждем результата ПЦ-расследования умершего человека. Да. Если мы пишем справки о смерти, ну, объективную причину смерти, пневмония. Да. И при этом есть результат ПЦ-расследования на COVID, что она отрицательная, мы считаем, что это снимает подозрения на COVID-инфекцию, и в этом случае похороны происходят по нормальной схеме, по обычной схеме, ну, которая, так сказать, работает в обычной днике. Но любая похоронная структура не оформляет похороны без наличия вот этой справки, либо подтверждающей, либо опровергающей наличие COVID-инфекции у этого умершего человека. То есть они просто не оформляют похороны. Либо оформляют их априори, считая, что человек зараженный, с соответственным заказыванием всей вот этой процедуры захоронения человека, умершего от COVID-инфекции. Конечно, люди не готовы платить такие деньги и считают, совершенно правильно считают, что лучше подождать там какой-то день, дождаться результата исследования на коронавирусную инфекцию ПЦ-р. И если она отрицательная, а так чаще всего в нашем лечебном учреждении происходит на 90% не отрицательная, они потом смело идут заказывать похороны по обычной структуре, по обычной схеме. И все бы хорошо, и так оно и было, и схема эта работала достаточно нормально, вплоть до последних дней, когда с 25 апреля у нас есть три умерших в больнице человека, один 25-го, два 26-го апреля, которым прижизненно были взяты вот эти исследования на коронавирус ПЦ-р, которые по сей день, ответы эти не вернулись. С лаборатории на эстонское, да? С лаборатории, да. То есть, подождите, я хочу уточнить, три человека лежат с 25-го, 24-го. Три человека, совершенно верно, лежат с 25-го один и с 26-го числа. Офигеть. Без подтверждения, отрицания, либо положения, да? Да, без подтверждения, без отрицания. И люди не имеют возможности их похоронить по обычной схеме, потому что у них требуют справку вот этого, о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции. И поэтому все застопорилось. Они не готовы заплатить деньги. Я считаю, что априори он заражен, потому что это достаточно большая сумма. А заказать похороны, основываясь на том, что у человека нет этой инфекции, они тоже не могут, потому что нет документа, подтверждающего отсутствие этой инфекции. И этот документ до сих пор не приходит из вирусологической лаборатории с 25-го, 1 и 2, 2, 3. Так, подождите, на сегодняшний день у нас сегодня какое? 20-30-е. То есть получается, раз, два, ну вот 26-е это было воскресенье, хорошо, раз, два, три, сегодня четвертый день. Нет, сегодня уже больше. Нет, нет, четвертый день с понедельника, с 27-го рабочего дня получается. То есть уже они просрочили в два раза. Ну, конечно. То есть они хотя бы должны были 28-го вам дать уже результаты? Ну, конечно. Как оно и было, так оно и работало. Мы получали эти результаты, ну, на второй, максимум, максимум, на третий день, после того, как это исследование... Ну, это процедура правильная, да. И люди, да, и люди практически без задержек, ну, если у них не подтверждалась, что это коронавирусная беда, они без задержек хранили своих умерших по обычной процедуре, по обычной схеме. Но без документов, еще раз повторю, подтверждающих... Ну, понятно, это да, да, да. Они, с одной стороны, не готовы, априори, платить большие деньги за... А сколько плюс-минус стоит, если вот человек, не дай бог, у него было при жизни болезнь, это выявлено, сколько человеку нужно заплатить за то, чтобы похоронить своего родственника? Ну, я могу об этом говорить только понаслышке. Ну, понаслышке, вот, сколько вы плюс-минус знаете. Ну, я знаю, что, скажем, обычная, минимальная похорона могут обходиться, ну, в обычном, так сказать, режиме, ну, 8-9 тысяч гривен, то в этом случае они меньше 20, наверное, не стоят. Господи, почти 1000 долларов, сумма сойти. А вы звонили на эстонскую, вот, пытались выяснить? Вообще-то этим занимается централизованная у нас главная медсестра больницы, есть постоянная связь, она к этому тоже очень серьезно относится и понимает, что у людей есть проблема. Связь, конечно, постоянная, а ответ разумительный, она не получает оттуда уже вот 5. Я просто в шоке. А может быть, из-за того, что она перегружена просто в лабораторию? Такой вариант может быть? Может быть, из-за того, что какой-то сбой произошел. Может быть, все может быть. А что родственники у тех умерших, которые, что они умерли? Ну, мне тоже обожал благородственников. Понятно, бедные 5 дней не могут похоронить своего родственника. То есть, это получается по факту, вот у вас в больнице умерли люди, перевели их в морг, в морге люди лежат уже 5-й день на сегодняшний день, и вы не можете выдать тело, потому что у вас нет данных. Мы можем выдать тело. Хоть сейчас... А, то есть, если, грубо говоря, процедура коронавирусная, то сейчас, хоть сейчас вы даете, да? Да, мы никого не задерживаем. Мы можем выдать тело, это не проблема. Проблема в том, что это тело не похоронят, не могут похоронить. А если кремировать, тоже нельзя кремировать? То же самое. Крематория еще строго. То есть, не похоронить ни землю, ни кремировать, ничего нельзя. Это получается у нас пока вот эта вся загвоздка в лаборатории. Пока в этом, да. Люди находят возможность, но вот сегодня одни из этих вот людей, которые умерли у нас, они сегодня как раз в это время забирают тело и везут в село. В хранители? Да. Ну, и везут они в село, по сути, как с подозрением на коронавирус. Ну, потому что у них данных же нет. Данных у них нет. Вот. Ну, они везут в полном абудировании, то есть, заказали себе абсолютно службу. Нет, они везут просто в село, потому что с соблюдением, конечно, всех. Ну, понятно, всех провел, да. У нас пролежало уже в море шесть дней сегодня, шестой день. Оно уже не может быть заражено. Ну, заражено, да. Уже прошло очень много времени после смерти, а также оно было обработано с нужными спецсредствами и заказали они эту процедуру в похорон, но хоронят они в селе, исходя из того, что или они это сделать без этой страхи не могут. Ага, то есть, получается... У меня нет тоже 100% уверенности, что это иммундация. Они немножко это действуют на свой... На свой страх и риск, да, то есть. Ну, а вы не имеете права не выдавать, потому что тогда... То есть, здесь ситуация... Конечно, запрет не исходит от морга. Мы выдаем соответствующими процедурами всех и всем. Вопрос, проблема в том, что они это тело не могут похоронить, во всяком случае, в условии убора детей. Не похоронить, не тренировать без этой соответствующей справки. То есть, проблемы бы не существовало. Этот механизм был за месяц с нами отработан, и он работал, и было все нормально, без боль. То есть, человек произошел... Вот, как раз на этом конкретном случае, что мы с вами обсуждаем. Ну вот, по той причине, что из ярослодической лаборатории не поступает никакая информация, ни положительная, ни отрицательная, ну, относительно вот этих конкретно конкурентов людей. Больше всего меня волнует вопрос, сегодня короткий день, завтра у нас выходной, и снова три дня выходных. То есть, тело может лежать уже две недели, по сути, в морге, ну, по полторы недели. Вы работаете в субботу, мы будем... Вы-то да, а службы не работают. Они в выходные дни тоже работают, я имею в виду ритуально. А-а-а, я понимаю. А что касается вирусологической лаборатории, я могу сказать... Мне вот задают вопросы, а платится за то, что тело лежит у вас в морге, ну, по дням или нет? Ну, человек должен платить это какие-то... Вообще-то, по новым этим формам работы, вот, по реформе... А, то есть, когда у нас, получается, бюджетная больница была, это было за счет государства, когда уже перевелось это в... Нет-нет, тело лежит у нас, за это деньги не берутся, хотя по новым этим законам, по этим новым реформным правилам, пребывание в морге умершего больницы более трех суток должно быть. Уже оплачивается, да? Ну, естественно... А какая вот цифра, вроде спрашивают, оплачивать? Ну, плюс-минус по новым нормам это нужно за сутки пребывания? Ну, за неделю, там, я не помню точно, вот, ну, только недавно, ну, что-то около 230. В сутки? В сутки, да. Ага, ну, то есть, получается, грубо говоря, если вот такая ситуация дальше будет, то люди, если заставят платить, то могут попасть на большие деньги. Не заставим. Учитывая ситуацию, поскольку это не по вине людей, это не пихать людей тут держать тело, а это несчастье, которое, ну, сложилось не в пользу родственников, и, честно говоря, для нас это тоже лучше бы, если бы они не забрали вовремя. Ну, естественно, вам чтобы... Конечно, этим людям никто никаких счетов выставлять не будет за пребывание лишних людей с холодильной камерой. Ну, это понятно. Вопрос в том, что люди получили все-таки эти документы, и сейчас, как я знаю, как раз история этих умерших людей затребовала ночные в больнице, ну, видимо, как раз непосредственно по этому вопросу она будет разбираться, ну, в каких-то более высоких инстанциях, и как-то все-таки этот вопрос разрешать, ну, чтобы хотя бы, ну... Все, услышал вас. Закончить, закончить это тяжко. Ну, этот бред. Все, вам спасибо, я тогда пойду пообщаюсь. Все, спасибо. Надеюсь, что вопрос решится этот. Да, я тоже не знаю. Потому что это неправильно. Сейчас, как раз, может, уже и автобусом нет, но они сейчас нет. Вот. Но они немножко на свой страх и риск. Ну, то есть они, получается, даже не знают, на самом деле, человек болен или нет, я имею в виду. Не знаю. Блин, это они будут ехать вместе с ним. Не, ну, понятно, к вам вопросов никаких нет. Вы заведующие. Их тоже подать можно, потому что шесть дней человек. Все, спасибо вам тогда. Спасибо за комментарии. До свидания. О, слушайте, у меня дикий шок от всего этого. Не входить в морг. Не люблю я эти вещи. У меня аж прямо это, знаете, как мурашки по коже идут, когда я рядом с моргом прохожу. Скорее выйти отсюда. Вот такое. Я открываю локтем. Кто скажет, что без перчаток. Итак, рассказываю про ситуацию, что те, кто подключился, должны понимать. Ситуация в следующем. У нас что-то, какой-то реальный сбой произошел. В лаборатории, в службе, значит, тело троих людей лежат уже шесть дней, пятый день сегодня. Пять дней вирусологическая служба с эстонской не может дать ответ по поводу ПЦР. У меня складывается впечатление, пока складывается впечатление, это лично мое субъективное мнение, что кто-то на ритуальной службе решил немножко подзаработать. Я догадываюсь, кто. У нас один человек может на всем зарабатывать, и это, к сожалению, один из руководителей города Киева в службе здравоохранения. Ну, по крайней мере, мне так сказали в одной из частных ритуальных служб, что нагнули многих по этому бизнесу, и вот сейчас, в период ковида, кто-то умело зарабатывает деньги. Но, судя по тому, что нас начальник департамента ездит на машине с охраной, я думаю, что зарплата не позволит ее ездить с охраной, то, скорее всего, где-то там нужно копать. Знаете, недаром сейчас начинают вот так вот точечно убирать замов кличка. Скорее всего, там есть где копать. И думаю, что в скором времени мы услышим много интересных заявлений. Кто где крал. Но у меня складывается впечатление, что делается это специально. И не виновата больница, либо морг. Не-не. Больница как? В больнице человек умер, они, естественно, пишут по протоколу все как нужно, отчитываются, тело переводится в морг. В морге проводится вскрытие, это обязательно у нас. А дальше заработок уже знаете кого? Ритуальной службы. Так вот, получается как ситуация? Если не выдают тело специально для чего? Для того, чтобы, возможно, заработать денег, чтобы человек захочет похоронить своего родственника в платье 20 тысяч гривен, там 25, и ему все это делают. Знаете, новая схема. На ковиде, оказывается, можно зарабатывать не только воровать маски, респираторы и все остальное. А оказывается, можно еще и на мертвом чеке зарабатывать. И, вы знаете, я не понаслышке знаю начальника департамента здравоохранения города Киева. У него реально криминальная ответственность есть. Каким образом она, минуя все процедуры, стала директором департамента, у меня будет еще вопрос задан службам правоохранительным, возможно, когда-нибудь нашему мэру, как можно было человека поставить, у которого криминально незакрытое дело. Она же была в СИЗО на тот момент, когда началась революция. Потом, по моей информации, один из кураторов теневых медицинского бизнеса в городе Киеве занес копеечку определенным людям, и эти люди определенные потеряли ее документы в Днепропетровске. И после этого в аккурат нам, всем нам киевлянам ставят начальника департамента, который, я уже сегодня узнал много всего интересного и до этого, да, все вещи, которые она исполняет. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что у нас нет медицины в Киеве. Она не складывается впечатление, ее просто нет. Бездарный руководитель, который просто занимается криминалитетом, оприходывает наши с вами деньги, ворует их, и на самом деле это человек, которого нужно посадить, вот досадить. И мне непонятно, почему господин Коломойский до сих пор этого не сделал. Я же знаю, что она, начальник департамента, очень нехорошо поступила с одним из ваших знакомых, с ребенком вашего знакомого. Почему вы не добили ее? Неужели она непотопляемая тогда? Вы хотите, чтобы она добила нас здесь? Мы уже, если мы все здесь вместе в одной подвязке, добейте ее, тем более у вас-то больше есть возможности, чем у меня, либо у кого-то. Она у нас, барышня сейчас крутая, с охраной ездит, и к ней сейчас не подойдешь просто так. А нам уже директоров нагибать, материться на них, на главврачей, на директоров КНП. Она пишет письма, где напишет «приказываю, рекомендую». Ну я так понимаю, все с Кличко работают, у них там мем уже пошел, знаете, как «приказываю, рекомендую». Или там либо руководители, либо невыщие руководители, да, там, когда она там, кировнецтво, когда она пишет письма. Она бездарь, это акушер с Каменска, это под Днепропетровском, она была когда-то акушером. Потом она стала начальником департамента охраны здоровья области Днепропетровска, а тут резко переразла начальника департамента. Ребята, вы что делаете? Как можно такого человека ставить? Посмотрите, она должна была, блядь, здесь быть, вот здесь, когда медсестры собирались с врачами. А что она делала? Сидела, как обычно, пилила какую-то хрень свою, денежную, потому что финансовые потоки, миллиард шестьсот пятьдесят миллионов выделено на борьбу с ковидом. Естественно. А что имя, брат, Гинсбург? Вбивайте в интернете и смотрите в гугле, кто у нас начальник департамента. Она у нас одна, на всю Украину такая знаменитая, которая лично меня уже тоже достала. Если твой шеф верещает о том, что нужно платить по пятьдесят, по сто тысяч гривен, так пусть выплачивает. Ибо не звездит. Ну все. Всем хорошего дня. Будущего выходного. И в понедельник мы с вами встретимся снова здесь, уже на собрании, где будут депутаты, где должен быть... У тебя загар под маску, тогда загорел. И где должны быть все, все, либо будет катастроф. Все. До воскресенья. Пока-пока.